Второй день марафона и сейчас мы рисуем песика с сердечком. Для новичков я советую сначала рисовать набросок карандашом, а потом уже раскрашивать рисунок. Распределяем рисунок на середине ногтевой пластины, голову мы рисуем грушообразную, далее мы рисуем туловище, на уголках верхней части головы мы рисуем небольшие ушки и намечаем где у нас будет носик и глаза. Также сразу мы нарисуем где у нас будет находиться шарик. После того, как вы наметили свой дизайн, вы раскрашиваете его белым, либо цветом пломбир. Как я уже говорила, фон и цвет животных вы можете выбирать свой. Далее красным цветом мы рисуем шарик. После того, как вы хорошо просушили свой дизайн, мы начинаем обрисовку рисунка. Обрисовку я начинаю с верхней части головы, сначала я обрисовываю ушки, потом мордочку, потом уже туловище и хвостик. Если вам тяжело даются тонкие линии, вы можете их сделать потолще, но главное, чтобы они были одинаковой толщины на всем этапе прорисовки рисунка. После того, как мы обрисовали песика, мы переходим к шарику. Начинаем мы прорисовку с верхней части, потому что это намного легче. Обязательно прорисовываем хвостик у шарика и ниточка, которая ведет к мордочке песика. Черным гель-лаком или гель-краской нарисуем носик. Не делайте слишком толстый, плотный слой, иначе он может не просохнуть. Носик у нас находится в нижней части головы и занимает практически половины мордочки. Глаза у песика расположены по бокам носа, то есть они должны находиться друг от друга широко. Также не забываем нарисовать брови. Каждый этап прорисовки я советую просушивать в лампе, особенно когда вы рисуете глазки. Иногда они могут не получиться с первого раза. Далее мы добавляем сердечки, это по желанию. Также вы можете добавить что-то свое. Слайдеры, стемпинг, либо ничего не добавлять. Замешиваем черный гель-лак с базой в соотношении 30 на 70, где 30 это черный гель-лак. Тень у нас распределяется таким образом. Мы закрашиваем одно ушко и боковинку мордочки. Далее мы рисуем тень над носиком. Далее мы добавляем тень под мордочкой в виде треугольника. Также еще мне захотелось раскрасить хвостик, чтобы он просто выделялся на фоне. В таком же соотношении вы замешиваете белый гель-лак с базой и делаете блик на шарике. Перед тем, как перекрывать топом, обязательно снимайте липкость со всего дизайна. Чаще всего красный гель-лак тянется за топом и это портит дизайн. После перекрытия топом я добавляю объем на шаре и носике. И вот такой дизайн у нас получился.